ФСБ в Крыму снова открыло охоту на людей. Силовики оккупантов утверждают, что 9 ноября в Севастополе задержали членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Как утверждает ИА «Народные новости», имена задержанных – Алексей Бесарабов, Дмитрий Штыбликов и Владимир Дудко. Брат Дмитрия Штыбликова Алексей рассказал Дождю, что Дмитрий позвонил ему после задержания из прокуратуры. По его словам, задержана жена Дмитрия Штыбликова, она проходит по делу в качестве свидетеля. Цитирую, «Она не вышла на работу, ее начали искать, и родственники застали момент обыска в гараже. Так нам стало известно о задержании», – рассказал он. До 2014 года его брат работал аналитиком Центра содействия изучению геополитических проблем и Евроатлантического сотрудничества Черноморского региона НОМОС, Украинской неправительственной аналитической организации, чей офис располагался в Севастополе. Алексей Штыбликов также отметил, что до присоединения лет пять или шесть Дмитрий был аналитиком, занимался военной журналистикой. И, видимо, поэтому попал в списки как подозреваемый. Последнее время он был гражданским. Когда-то он действительно был военным, но это было давно. По словам Алексея, его брат – гражданин России, он часто ездил в Украину, и его всегда отдельно допрашивали на границе. На странице Дмитрия в соцсетях выложены снимки и страйк больных пабликов. Фото с праздников до 2014 года в Перевальном. Дмитрий не раз выступал в качестве экспертов СМИ, в том числе и на Черноморке. Например, об отсутствии в стране военной доктрины, о техническом оснащении армии. Говорить о концепции развития без наличия действующей доктрины, внятно объясняющей задачи вооруженных сил, вероятного противника, либо отсутствия такового, пока тяжело. На сегодняшний день в украинской армии процент техники, старой техники, самой большой во всем регионе. У нас 74-75% техники, это советского производства еще. То есть есть модернизированные образцы, но в основном эта техника еще советская. Более того, боеготовой, то есть исправной техники еще меньше. То есть в 2010 году приводили цифры, что боевых машин, бронетанковой техники 60% боеготово, авиация 30% боеготово, корабельный состав на 70% небоеготово и так далее и тому подобное. Алексей Бесаравов также был экспертом НОМОСа. Его комментарии можно найти во многих публикациях крымских СМИ. До сих пор неизвестна информация о третьем задержанном, Владимире Михайловиче Дудко. Ленинский райсуд Севастополя в закрытом режиме избрал для всех троих меру пресечения, в виде двух месяцев содержания под стражей. Задержанных обвиняют в планировании совершения диверсий на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым. ФСБ заявляет, что дискать от ИРГ изъяли взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты схемы объектов предполагаемых диверсий. Главное управление разведки Минобороны Украины считает, что рассказами о том, как российские силовики противостоят украинским диверсантам, в РФ маскируют репрессии против крымчан. Об этом речь идет в официальной реакции ГУР на заявление ФСБ. Этот очередной фейк российских спецслужб направлен на сокрытие собственных репрессивных действий против жителей полуострова, заявили в разведке. Подобные инциденты, утверждает в ГУР, фабрикуются спецслужбами государства-агрессора с целью дискредитации Украины в глазах международного сообщества. Что характерно, источники в силовых органах некоторых российских СМИ говорят о задержанных несколько иную информацию. Так, источник российского интерфакса заявил СМИ, что дискать говорить о том, являются ли они кадровыми разведчиками или же нанятыми главным управлением разведки Минобороны Украины сторонними диверсантами, пока преждевременно. По его словам, задержание диверсантов позволило обнаружить на территории полуострова два схрона с оружием, а также выявить информаторов украинской разведки в Крыму. Российские правоохранители имели оперативную информацию о проникновении диверсантов на полуостров около двух недель назад. За ними было установлено плотное наблюдение, чтобы выявить их контакты, маршруты передвижения и связи, то есть операция способствовала выявлению информаторов на полуострове. В этой связи не исключены новые задержания, сказала источник. Минобороны Украины призывают украинцев и граждан других стран тщательно взвешивать все за и против и без крайней необходимости не ехать на оккупированные территории.